друзья всем привет если вы хотели посмотреть ролик о рыбалке то попали по адресу у нас очередной выпуск frost фишинга сегодня еще достаточно темно мы решили приехать пораньше и проверить гипотезу если привязанность утреннего клёва в холодное время года у нас как бы сейчас вроде только сентябрь но уже достаточно холодно и я был позавчера на реке и могу сказать что поймал одного крупного леща но это было утром а дальше клевала не крупная рыба и клевала плохо поэтому мы решили попробовать приехать и половить именно на утренней зорьки еще даже солнца нет и посмотрим что из этого получится погнали последнем нашем выпуске мы ловили точнее сменили точку глубоководного на мелководные в поисках разнорыбец сейчас учитывая что вода очень быстро остывает я думаю что лещ и другая крупная рыба потихоньку уже начнет скатываться в более глубокие места моя недавняя рыбалка говорит о том что на мелководье рыбу поймать если можно то очень сложно и и и там в количестве нет поэтому сегодня мы выбрали локацию на реке ака с достаточно приличной глубиной и как сейчас показала пробитие дна небольшим течением не знаю хорошо это или плохо финиш рыбалки покажет но глубина в месте ловли около 6 метров может даже чуть больше течение хотя мне говорили что в этом месте она может быть 60 90 и даже свыше 100 сейчас я поставил сами десятку исключительно для того чтобы пробивать глубину течение минимальная кормушка лежит просто колом дистанцию выбрал слегка за 30 там четкая бровка и дальше идет каменистый подъем вверх я остановился в самом глубоком месте и попробую сейчас там накрыть полянку и посмотреть кто в этой ямке вводится на самом деле минимальное течение меня немножко смущает кино окей люблю ловить там где хотя бы чуть-чуть поддувает но мы сможем понять начала рыба уже скатываться вот в такие вот ямы или нет сегодня замешал стандартный для себя речной состав корма если я не знаю кого буду ловить у меня актив фидер в качестве основной прикормки и утяжелил я его позиции river race обе прикормки от марселя я частенько уже их использую в принципе рыбку ловят что мне нравится в актив фидере есть много такой достаточно крупной фракции кукурузки и вот это все позволит мне удерживать крупную рыбу если она в этой локации будет море с утра рыбка плечется на рыбка не крупная попробуем сегодня половить все что будет но и все-таки надеюсь что какие-то пару бонусов нам попадутся что касается тактики кормления учитывая что место новое течение не сильно я думаю что я для начала подрежу немножко опарыша совсем чуть-чуть и его смешаю с кормом который будет у меня грубо говоря для стартового закорма много кормить не буду начну раскармливать точку монотонно кину кормушки 3-4 и дальше буду держать темп 40 секунд в минуту смотрю вполне вероятно что будет клевать какая-то мелкая густера судя по всплескам здесь много активной но не очень крупной белой рыбы то есть так даже не очень тщательно пол стаканчика нарезал это все кинул и начинают все расчесывать корму и делаю вот таким более клейким более липким он отлично дойдет до дна ну и плюс при такой подачи сама прикормка начинает на день немножко мутить белок вот этот весь с опарыша отдается воду ну прикольно схема рабочая и по плотве по густере ну и по лещу в том числе вот сюда также добавлю хорошего такую щепотку мотыля и тоже все тщательно расчешу мне важно чтобы сейчас ну пробкой подавать рано пробка можно подавать уже в процессе ловли когда вы хотите получить более быструю поклевку а мне сейчас нужно просто такой равномерный стол чтобы у меня там всего по чуть-чуть было так улья уже начал говорить о компонентах у меня все стандартно опарыш живой опарыш притоплены небольшое количество мотыль крупные потому что на рынке опять нет мелкого мотыля поэтому будем кормиться крупным и взял зернышко немного взял кукурузку перловку там и чуть-чуть может быть пшена такой микс но и мне кажется что актуальность зерновых уже понижается но я попробую сегодня подавать посмотрим будет эффект не будет если нет продолжим работать чисто с живым компонентом так все и в это все еще немножко вот так кукуруза что-то буквально по пару штучек кормушки было и приступлю к стартовому закорму как сказал кину там около четырех пяти кормушек и начнем ловлю ну первая поклевка случилась в дождь вот так по ощущениям это хорошая рыба поклевка космос он пару раз так мотнул головой что мне даже стало страшно обычно мне никогда не страшно ну да должен быть лечь до этого было пару белоглазок пару плотвичек фуфу ну вот прям реально страшно очень сильно давит так вот появился уже там если это лечь это просто какой-то лишь который ну не хочет сдаваться да лечь все в порядке хотя были вопросы до последнего обалдеть даже реально травит фрикцион стоит резиночку то чуть подлиннее поставить так я думаю ой 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 все течение его сильно уносят влево и глубины не это течение из-за этого он такой буйный когда глубина больше ну рыбу проще вытащить получается вы с глубину вытаскиваете на мель он чувствуется не так комфортно это как ловить судака допустим там с глубины 10 метров из глубины 2 метра все победа за нами ну что очень приличный экземпляр прям вот очень очень приличный до последнего я не думал что были у меня мысли что на настолько вот небольшой глубине и все-таки осень что крупных особи здесь не будет но он выплыл и вполне вероятно что он здесь не один засечка верхняя губа ну не классическая но пойдет так что еще раз вам покажу стартовый закорм сделал время взять поводок выбор пал на сосами которые правильно вообще называется кису либеру сосами с напылением фусу все очень сложно поэтому будем называть его просто тефлоновый сот здесь очень много камней думаю крючки будут тупиться быстро может и поводки будут сечься но тефлон все же чуть чуть больше держит заточку поэтому возьму шестерочку она на самом деле посреди с гамакатсу наверно маломерит не наверное точно то есть шестерка больше похоже наверно на пятерочку а может быть даже на четыре с половиной такой стандартный поисковый насот будет на поводке 0 105 землик skypro competition привяжем метровую длину и посмотрим кто там у нас обитает на точке надеюсь что с первых запросов какая-то некрупная рыба даст о себе знать вяжу все вручную никаких крючков вязов петли вязов тут я консерватор не люблю я все эти новомодные штучки вот и все крючок наш завязан откусываем ус и вперед петельки у меня конечно руками получаются большие но и тем не менее ими удобно работать монтаж классический кормушка с отводом с видер гамом отводы скрутки шнура упирается в маленький вертлюжок и резиночка 0 7 до 7 мавер с узелком на конце ну кто мои фильмы смотрел знает что я ловлю чаще всего именно таким отводом и поводочек сюда удавкой очень просто быстро и удобно раз все монтаж готов пора отправлять его в воду и кого-нибудь вылавливать стартовую насадку сделаем один опарыш 2 мотыля компактную опарыш по чулку и 2 мотыля за носик или за голову скорее попробую как на это среагирует рыба а а а а а Субтитры подогнал «Симон» 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 ede подогнал «Симон» Многие задают вопрос если честно, ну мы сами долго думали вот если даже для спорта какое из этих подойдет они, все подойдут но, если мы возьмем, что это универсальная удочка 13.2 и рассматривать дальнобой 13.8 и 14.2 13.8 чуть более собранный чуть быстрее 14.2 в верхней части немножко, помягче При этом обе удочки кидают фантастически. Вопрос в том, что если вы кидаете хлестким забросом из-за головы с коротким свисом, вот этим вот, то, возможно, вам чуть-чуть больше зайдет модель 13.8. По поводу использования для флета, знаю, что люди некоторые уже взяли и ловят карпа этими сносями на флет. Смотрите, ну, эти удочки очень деликатные, поэтому если речь идет о какой-то хэви рыбалке, сверхдальних забросах и очень крупной рыбе, я бы, наверное, не рекомендовал их использовать. Здесь и кювертипы стоят 3 мм, и колечки на них не очень большие. То есть особо толстые лески, толстые шоки, ну, наверное, не стоят. Как речники? Спрашивали, можно ли ловить на реке? Я ловлю на реке комфортно. Струю они держат безупречно за счет сверхбыстрого строя. Ну, а он там еле-еле его, грубо говоря, подгибает. Но советую работать в рамках теста. То есть если, грубо говоря, делище 140 грамм, я бы остановился на отметке кормушек в 100. То есть 100 плюс корм, как правило, это там порядка 30-40 мл корма. Это вменяемо. Ну, и то же самое. 13,2, я сегодня ловлю 70 плюс. У меня как раз получается его полноценный тест. То есть я работаю по верху, у меня проблем никаких нет. Я запас прочности чувствую. Но все же, несмотря на то, что этот запас есть, я советую всем рыболовам не превышать тест, заявленный на удилищах. По большому счету, многие спортсмены превышают. Но знайте одно, что превышая тест удилища, вы все риски берете на себя. То есть вы его чувствуете, и вы должны понимать, что да, оно работает, да, не работает. Все-таки на бланке написано не зря. Вот, в принципе, то, что хотел сказать о удочках. Если еще вопросы есть, задавайте мне в соцсетях. Я охотно обо всем отвечаю. Ну, и более детальная вся техническая информация есть на официальном нашем сайте ZMX.ru. Так что смотрите, ознакомливайтесь. А я попробую поймать еще кого-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первая, наверное, вменяемая рыба, покрупнее. Очень боюсь слить, потому что Zero Yamami это такой одноразовый крючок. Она, может, не очень крупная, но для сегодняшней рыбалки пойдет. Есть. Мы переключились полностью на ловлю подлещика, потому что другой рыбы особой здесь нет. 0,09 поводочек. Буквально 2-3 мотылика на крючке. И клюет он тоже подходами. Ну, так уже чуть-чуть повеселее стало жить. Вот крючок, о котором я говорю. Но я даже руками его стараюсь не брать особо. Ну, кто знает, что это хороший спортивный крючок. Но у него очень... Сейчас покажу поближе. Очень странный такой загиб. И это уже не его родной загиб. Он уже чуть-чуть отогнулся на этой рыбе. То есть леща вытащить на него реально, но... Но очень аккуратно. Но что важно, несмотря на то, что я его не люблю, если речь идет о ловле пассивной рыбы, пассивного подлещика, то ему практически нет равных за счет того, что он тонкий, легкий. Рыба его не чувствует, подымает охотно. Именно вот насадки, там, два мотыля. Ну, я, конечно, еще закину с таким, но вообще его уже бы не мешало поменять. Все-таки он одноразовый, не зря так говорят. Если хорошую рыбу поймал, то зеро и маме лучше поменять. По подаче сейчас определился на резке и мотылях. То есть небольшое количество резки, мотыль и все это вот такой вот пробочкой. Не этого достаточно. Не из зерна убрал, все убрал. Просто вот эту пробочку забираю и забиваю. Опарыш как насадка не работает сегодня. Вообще, ну, можно. На одного опарыша, там, два-три мотыля еще были поклевки. Чистого опарыша труба. Такое ощущение, что рыба перешла полностью на какую-то зимнюю модель. Ну, может, просто так реагирует на похолодание. Поэтому будем работать вот в этом ключе. Половим еще подлещика. Я не знаю. Может быть, будут попадаться вот такие чуть поинтереснее экземпляры. Судя по всему, это особенность этой локации. Может быть, особо крупных лещей сейчас осенью здесь нет. Ну, ничего страшного. Половим того, кто клюет. О, вот уже какие-то подергунчики есть. Иногда клюет в лед. Иногда нужно ждать подольше. Ну, такая интересная, вдумчивая рыбалка. Очень похоже, как будто я ловлю на соревнованиях в прессинге. И приходится включать все спортивные заморочки, чтобы подобрать к рыбке ключ. Полезные сессии. Что, пора, наверное, огласить победителя конкурса. В прошлом видосе у нас был немножко нестандартный новый конкурс. Мы попросили подгадать примерный или точный вес подлещика, леща, кто как назовет, которого мы поймали на прошлой рыбалке. В принципе, многие догадались, что рыба существенно до килограмма. Так, правильный ответ без дублированных комментариев. Напомню, что в конкурсах участвует только один комментарий. Потому что были хитрецы, которые писали много, но так у нас не прокатывает. Поэтому самый близкий вес к реальному, а реальный вес, кстати, был 613 грамм, дал Александр Мануковский. Он написал 610. В принципе, погрешность всего в 3 грамма. Более точного ответа на сегодняшний день, день съемок, никто не дал. Так что, Александр, свяжитесь со мной. Вы стали победителем конкурса. Так, ну что, новенький конкурс надо забабахать. Давайте так. Недавно, как недавно, на прошлых выходных я поучаствовал на Кубке Тульской области по ловле фидером. Водоем был спортивный, более того, темповый. Собрались ребята, те, кто умеют ловить рыбу или кто хочет научиться. И ловили мы, конечно, уклейку достаточно быстро. Хотя, ну, рыба тоже была такая хитренькая. А вопрос будет таким. каким основным комплектом удилища плюс катушка я ловил на этом турнире. Подсказочку дам. Если вы смотрели мои видосы, то есть, особенно касаемо темпа, скорее всего, вы поймете, какая удочка. А вот катушки, часть моих катушек была на ТО, поэтому мне пришлось снять катушку с другой снастью, так скажем, и использовать ее на удилище легкого класса. Я прошу удилище назвать полноценную модель, то есть, длина тест и серию. А катушку, ну, да, производитель, название модели, размер шпули, округленный, так скажем, потому что есть катушки типа а-ля 4012, да, как у меня сейчас ТДМ, но мы считаем, что это 4000 катушка. Так же, как есть катушки, которые оканчиваются там 3506, 3508, вот такие вот варианты. Мы считаем, что это 3500, то есть, без прям суперточного определения. Все. Думаю, что будет несложно, потому что в соцсетях фото этой катушки было, но она была немножко запачканной, поэтому, чтобы определить, какая там катушка, тоже нужно прикинуть. Жду правильных ответов. А разыграем мы, что мы разыграем? Давайте разыграем два шнура на выбор из любой серии. То есть, у нас есть серия для ультралайта, серия для фидера и серия для спиннинга. Это Айрон, Рексар и Экстра. То есть, два шнура в любом диаметре, который у нас сейчас есть в наличии, но вроде они есть все. Все. Пишите комментарии, жду правильных ответов. Ну что, сегодняшняя наша рыбалка подходит к концу. Очень сложный день на реке. Рыба очень пассивная, упали по поводкам, по крючкам. Не было каких-то супер трофейных экземпляров. Да, и те подлещики, там, густерки, белоглазки, которые были, требовали очень деликатного и спортивного подхода. Судя по всему, учитывая, что всю рыбу поймали на мотыля и подача зерновых не работала, на парша вовсе не было поклевок. То есть, похоже, что рыба все-таки перестраивается на такую поздноосеннюю модель поведения, хотя у нас только сентябрь. И думаю, что уже активного какого-то жора не будет. Может быть, еще, конечно, лещ начнет нагуливать, но он вес. Но нужно будет где-то его искать в других местах. По крайней мере, в этой локации мы его найти не смогли. Но, тем не менее, половили неплохих мерных подлещиков. Попалось пару штучек покрупнее. В целом, с рыбалкой разобрались. Рыбалка была такая подходная. Рыбы то нет, то подходит. Буквально там серия 5-6 поклевок. Из них часть реализуется. И дальше кормишь, ждешь. Рыбка опять подплывает. Неплохо, но я думаю, что стоит поискать другие места. И пишите в комментариях, где вы обычно ловите леща или другую крупную рыбу на реках, но поздней осенью, когда вода остывает. И, возможно, я прислушаюсь к вашему совету и в следующий раз выберу другую локацию. То есть, меня интересует дно, глубина, сила течения по кормушке плюс-минус. Вот так. Ну и, чтобы разбавить ролик по концухе, давайте сделаем еще один конкурс. Я сегодня поймал трех некрупных головлей. И ваша задача угадать общий вес вот этих вот трех рыб. мы их вместе взвесим и за это будет две поводочные лески Zemex HiPro Competition, которую я сегодня использовал. Еще одно, чтобы нам проще было отслеживать, если вы участвуете в прошлом конкурсе, который я озвучивал ранее, не пишите в одном комментарии. Нам, чтобы мониторить веса от конкурса, лучше, чтобы это было два комментария. Отдельно тот конкурс, отдельно конкурс с рыбой. Иначе мы просто можем не заметить. Все, спасибо. А сейчас посмотрим, сколько у нас там наших подлещиков в садке. Наш скромный день на реке Ака подошел к концу. Улов пусть и не очень большой, но в принципе пойдет. Есть у нас и головлики, и лесчики. В принципе, я доволен. Белоглазка и густерка. Да, было сложно, но тем не менее, чем сложнее рыбалка, тем больше мы развиваемся и пытаемся найти к ней ключ. Будем считать, что сегодня у меня получилось. И если вам понравился видос, подписывайся на канал и ставь лайк. А мы отпускаем рыбу. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова